23 сентября в Антверпене при полном аншлаге выступил дуэт авторской песни Татьяны и Сергея Никитина. Концерт под музыку и вальти был организован творческим объединением «Калча Коннекшн». Татьяна Никитина обратилась к русскоязычному иммигрантскому залу цитатой из Ивана Бунина, которая не потеряла свою актуальность. Русская иммиграция, ну тут я имею в виду всю иммиграцию бывшей нашей страны, которой уже нет. Она награждена такой высокой миссией одухотворять западный мир. Конечно, мы не самые совершенные люди, не самые воспитанные люди, но все-таки в душах, которые разлетелись по всему миру, бьется какая-то жидко человечности. И так то искусство, которое процветало на наших просторах, оно, это было действительно высокое искусство. Литература, музыка и живопись, это все очень высоко. И по-настоящему воплотила в себе и выразила все лучшее, что было в русских душах. Теперь вы, как капельки, несете это в себе по всему миру. Мы считаем, что это высокая миссия и желаем вам счастья, и чтоб вам везде хорошо жилось. Мы занимаемся скромным таким делом, переводом лучших поэтических произведений советской и зарубежной классики на музыку, которую сочиняет в основном Сергей. И то, что мы любим петь из репертуара авторов наших друзей по целу, поющих поэтов. Но начнем мы с песней, которая вошла в оскароносный фильм «Москва слезам не верит». Вот нас сегодня возил милый бельгийский господин Мишель. И вот мы ему сказали, что этот фильм получил Оскара. И песенка Александра, которая прозвучит как «Привет из Москвы», прозвучит еще и по-французски. Мы надеемся, вы поймете наш французский с нижегородским акцентом. Все-таки в зале есть бельгийцы, которые, может быть, знают, поймут нас. Вот фильм прошел после этой премии. Это был лучший фильм иностранный. И поэтому мы тоже оскорпленные. Это приятная такая роль. Александра, Александра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Привет из Москвы» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Немыслимые латиноамериканские красавицы С которыми у него были романы И это все было наполнено таким юношеским, молодым задором, энергией Это невероятный человек Его дикие, извините меня, иногда на наш обывательский взгляд Пиджаки в блесках, в галстуке Это не бескусица, это было состояние его души Он все время должен был быть виден Он назначил себя послом мира И поэтому многие его ошибки были, с нашей точки зрения, были нелепы Он был замечательным объектом для критики И все-таки это был единственный человек Он был символом Советского Союза Как спутник, как Юрий Гагарин И вот и в душе Со мною вот что происходит Ко мне мой старый друг не ходит А ходит в праздные суете Разнообразных детей И он из тени ходит где-то И тоже понимает это И наш раздор не объяснил Мы оба мучаемся с ним И вот мы хотим перейти от Евтушенко Спеть два стихотворения Булачауча Мы всегда поем в наших концертах Что ты за боджавы? Потому что для нас это до сих пор Как камертон По которому мы Ну как бы поверяем Свои поступки А что бы вот сказал Булачауч Как бы он оценил То или иное, что мы делаем Особенно на сцене Вот самая последняя песня Которую Булачауч спел Эти стихи посвящены Владимиру Спивакову Они оказались в Зальцбурге вместе И поэт посвятил Спивакову Такое стихотворение Оно называется «Отъезд» С Моцартом мы вышли И с Альцбурга Причка вместитель лошадь в масть Жизнь моя, как пересеревшее яблоко Тянется к теплой землице припасть Но, папочек мой, этот молоденький, Радостных слёз не стирает с лица. Что ему думать про ветк свой коротенький? Он всё про музыку ждёт до конца. Что ему думать про ветк свой коротенький? Татьяна и Сергей из того поколения физиков, выпускников МГУ, которые стали прекрасными лирикой. Оба кандидаты физико-математических наук. Дуэт по праву можно считать одним из родоначальников жанра авторской песни. Они 50 лет вместе, как лично, так и творчески. Первое совместное выступление Татьяны и Сергея, студенческое, состоялось в 1967 году. Многие поколения русских читателей взяли в руки Томик Цветаевой, Пастернака, Евтушенко, услышав переложение их стихов на музыку в исполнении дуэта Никитина. Не будет преувеличением сказать, что они популяризировали русскую поэзию, всегда делая это с большим музыкальным и литературным вкусом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, атмосфера, все атмосферы, вот песни, слова Рыжего, это у меня как-то прям образцы, откровенно говоря, не так много слышал о них, и вот только недавно попали прочел, и вот как, знаете, как, еще случайно не бывает, наверное, сейчас на концерте, и слова просто в горло. Спасибо Сергею, спасибо Татьяне, спасибо Таиру за организацию, за концерт, за горло удовольствие. Дорогие друзья, мы несколько последних лет как-то переживали стихи молодого челябинского поэта, он остался молодым, потому что ушел из жизни по своей воле в 27 лет. Звали его Борис Рыжий. За свою короткую жизнь Борис обрел поэтическую известность, ему в Голландии вручили высокий приз, но он был в Голландии на фестивале, и мы, когда выступали в Голландии, оказалось, там есть общество любителей Бориса Рыжего. Уж что они там по-голландски понимают, не знаю, но во всяком случае есть фаны у него были, но они продолжают быть. Одна голландская русская женщина привезла группу в Екатеринбург и сняли фильм, документальный фильм о Борисе Рыжем, пронзительный, потрясающий фильм. Он, Борис, состоял в переписке с ленинградскими знаменитыми поэтами Александром Кушнером, с Евгением Рейном, но при этом он был плоти от плоти глубинки, окраина Челябинска. Шердовска. Ой, прости, Сергей Рыженко. Но он родился в Челябинске, а при этом из Крыговска. Ну, почти одно и то же, когда-то это было. Жил он в районе Втор, Вторчермен. Называл народ этот район Вторчик. Вот. И он рос с такими маргиналами, дрался, курил. Он должен был доказать, что несмотря на то, что он еврей, интеллигент, он такой же, как все. Он может за себя постоять. И он такой же крутой. И никто из этих ребят даже не знал, что он поэт, что он, в общем, отмечен Богом. Ну, достаточно прочитать его стихотворение, когда становится многое ясное. В те баснословные года нам пиво воздух заменяло, оно как воздух исчезало, но появлялось иногда. За магазином в вечеру стояли, тихо говорили, как хорошо мы плохо жили. Прикуривали на ветру. И нелишотная прекрас, хотя и сотканная грубо, жизнь отгораживалась туба рядами ящиков от нас. И только небо, может быть, глядело пристально и нежно, на относившихся небрежно к прекрасному Богу жить. Городок, что я выдумал и заселил человеками, городок, над которым я вечно пустил облака. Барахют городок, Барахлит городок, Небо жил укавыцвuchs некими соображениями, якобы жизнь коротка. Барахют городок, Небо жил укавыцвuchs некими соображениями, якобы жизнь коротка. Вырубается музыка, как музыкант не старается Фонари не горят, как не кроет их матом электрик Вороток на глазах перед зеркалом стоя Дурнеет красавица, барахлит городок Барахлит городок, вырубается музыка, как музыкант не старается Фонари не горят, как не кроет их матом электрик Вороток на глазах перед зеркалом стоя Дурнеет красавица, барахлит городок Барахлит городок Татьяна и Сергей постоянно открывают новые поэтические имена Борис Рыжий, поэт-хулиган из рабочего района Свердловска в Торчермет Его называют лучшим его поколением поэта Сергей Никитин написал музыку к стихам Бориса и предложил театру мастерская Фоменко С тех пор Рыжий один из лучших спектаклей театра Удивительное совпадение значения фамилии с устным городским фольклором Борис был настоящим Рыжим среди рабочего района Хотя прекрасно боксировал и дрался до крови При этом писал удивительные стихи Рано ушедшей жизни Борис Рыжий стал известен на Западе Благодаря голландскому переводчику Кейсу Верхиу Который сделал много переводов и пригласил молодого человека На знаменитый политический фестиваль Я для себя открыл, что не только старые песни Но и песни на стихи Бориса Рыжий И так далее Что для меня были новые И для меня очень не понравился этот первый подход Многие песни на слова юный Морис Я не знал, что это на ее стихи А это на ее стихи И мне вот, по крайней мере, в первом отделении понравилось, что очень правильная компоновка Между старыми песнями и новыми песнями И разговорами между... И вообще создалась такая очень душепнеприятная обстановка Вот это как бы подкупали Мы привезли немного дисков И вот сейчас хотим вам спеть с диска Который называется «На этом береге» Это такой большой наш труд Последний диск на стихи Юда Морис Туда вошли и детские песни, и взрослые Ну вот, одна из песен, которую, может быть, вы не слышали Называется «Талисман» Юда Морис Я ее спела на диске, но еще не очень уверенно пою со сценой Сережа меня критикует, что я про это говорю Но я честна Я знаю, что на Западе не приветствуется быть такой открытой Ну, а мы же в русской аудитории, в основном Позади туман, впереди туман Как дико пламя пьется мены Впереди туман, позади туман Как дико пламя пьется мены Талисман Он меня нашел ночью на ветру Когда сердце провалилось в черную руку Позади туман, впереди туман На груди копамя пьется талисман Стихи спетые, они, когда это совпадение есть, они обретают крыль У нас есть одна награда, которой мы гордимся Это царско-сельская художественная премия В 95-м году, да, это было И среди лауреатов тогда же был... Лихачев Дмитрий Сергеевич Дмитрий Сергеевич И формулировка там была За многолетнее служение русской поэзии За долгое время наблюдать эволюцию студенчества В 90-е годы был некий провал А сейчас вновь большой конкурс на Фесс-факе Все-таки есть молодые люди, которых интересует устройство этого мира На Фесс-факе вновь появились талантливые ребята Ну, а, конечно, кажется, что когда мы были молодые Чушь-несты, но она, кажется, сегодня абсолютно прекрасна Такого типа Бей профессоров, они гадюки Они нам зарудили все науки Электроны, циклотроны, велософские законы А косили мы от этой штуки Мразных шведингеров, гайзенбергов не читаем Мы этих чуваков не уважаем Раз-другой их вылистаем, как заразу не хватаем Чего в духу не понимаем Мы, конечно, пели мы счастушки вот такого типа Снится мне такая ересь Снится, не болится, что не хочется мне есть Хочется учиться Кому учиться, от кого ушла жена Меньше тянет удовиться, больше времени для сна Это была история о людях, которые мне близки И с которыми я был лично знакомым С Евгением Сауновичем, Метушенко был знаком лично Печально, что больше нет с нами Но, конечно, лучший момент в первой части Когда они пели, когда мы были молодыми У меня было ощущение, будто играет По моей душе, по струну моей души Это было потрясающе Я не ожидал, что это будет отзываться Вот это живое, это искусство Это здорово Когда мы были молодые И чушь прекрасную не спит Вон там не вели голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную не спит Хорошо ходить Многие зрители привели на концерт своих детей Чтобы приобщить их к миру своего детства и молодости Дать ключ от культурного кода советского В лучшем смысле этого слова Человек Ну вот некоторые даже устали Ну вот, может быть, девочка с золотыми волосами Как тебя зовут? Как зовут? А? Лёка Лёка Вот для Лёки специально Мы сейчас, уже начинается перерыв Следующие две песни Как раз относится к перерыву И вот для всех ребятишек Для девочек с золотыми волосами Лёка Которую зовут Лёка Лёжик Резиновый Стихи Лёна Молин Порощик Галиновый Порощик Осина Пойна Именилим Шеку Шеку Малиновый Шок Лёжик Резиновый С дырочкой Правым Покут Я очень доволен, что попала на концерт Поскольку Никитины являются представителями Они как бы отголоски той забытой эпохи Которые вот несут Когда не было никаких Ни гаджетов, ни интернета в своё время И это вот Навевает очень сильную ностальгию У них сложился великолепный диалог с публикой Они очень подкупали своей непосредственностью И хотелось бы в нашем постмодернистском обществе Где царит бездуховность и чёрствость Организовать побольше таких вечеров Чтобы привлекать людей Люди становятся намного одухотворённее В 1978 году французский дирижёр Поль Моря При знакомстве с дуэтом Был так тронут мелодией песни Которая стала эпиграфом этого концерта Что записал её инструментальную версию Под музыку Вивальди Вошла в его альбом «Дан ле зё дэ мили» В глазах Эмили Под музыку Вивальди Вивальди, вивальди Под музыку Вивальди Под музыку Вивальди Концерт организован творческим объединением Culture Connection, руководитель Таир Азиза. Как вы можете понять из названия, его цель – объединять людей искусства. Артистов и музыкантов из разных стран и разных культур в создании совместных проектов. Таир родом из Казахстана. Многие проекты были реализованы с участием казахских, бельгийских и российских музыкантов. Что мне понравилось, мне понравилось все. Но в первую очередь это то отношение к зрительному залу. Вот этот вот контакт между людьми, понимаете? Сцена, и они сами. И это какое-то тепло. Дуэт Татьяны Сергея Никитина – это лучшее, что мы унаследовали от Советского Союза. Почему их творчество шагнуло через перестройку в 21 век и не утратило популярности? Они делятся своей большой любовью к русской поэзии, которая не может устареть. Может быть, я попрошу мой чемодал забрать, чтобы я не достала. Мы очень хорошо чувствуем аудиторию. И я должен сказать, что сегодня аудитория в городе Антверпене была настолько наша. Я почувствовал, что там сидят специалисты, физики, химики, инженеры, гуманитарии. Это та аудитория, из которой, собственно, мы сами выросли. Ведь мы уже 20 лет работали в системе Академии наук. И наши коллеги по науке были нашей питательной средой, нашей критической средой. И мы ощущали, что наши коллеги считают нас своими выдвиженцами, что ли, в мир искусства, скажем так. И мы ощущали некоторую свою ответственность и миссию, и ответственность перед ними. Сегодня мы как раз встретились с этими людьми. Правда, они уже поколение наших детей. Это где-то вот сегодня 40-летние были люди. Это уже наши дети. Но мы совершенно не чувствовали разницы в поколениях. Конечно, ведь мы предпочитаем связь между людьми не по поколениям, а по образу мышления, по восприятию мира и вообще по идеологическим каким-то установкам. Но мы чувствовали, что мы находимся среди людей нашей группы крови. Вот чем мы занимаемся? Вот многие композиторы пишут музыку. Да, Сергей в этом плане оригинальный. И всё-таки есть оригинальность. Вот Велимир Хлебников считал, что поэт должен только от руки писать свои стихи. Потому что дрожание пера передаёт эмоции поэта. И только тогда, читая рукописное стихотворение, читатель может вот эти движения души ощутить. Вот Сергей пишет музыку с печатного слова. То, как он переводит этот печатный текст, мы своим исполнением и той музыкой, которую он пишет, мы пытаемся извлечь вот эти дрожания пера. Может быть, мы навязываем это, но так мы чувствуем. И если нам удаётся это передать в зал, то мы счастливы. Мы когда совпадаем со слушателями, и они попадают на одну волну с нами, то тогда вечер удаётся. Продолжение следует...